Привет, друзья! В данном видео я собрал 10 самых захватывающих, рогаликоподобных игр для ПК, которые точно стоит попробовать. Тайм-коды и полезные ссылки есть в описании. А теперь ставим лайки и приятного просмотра! Gatekeeper – это динамичная игра в жанре Row Go Light, сочетающая в себе стремительный экшен, исследования и геймплей. В основе геймплея лежит стремление вернуть сердце вселенной, мощнейший артефакт, похищенный загадочными противниками. Путешествие будет проходить по разным планетам, каждая из которых таит в себе свои сложности и тайны. Кроме того, вы столкнетесь с грозными сиренами, которые являются древними хранителями сердца. И чтобы выжить в этих опасностях, необходимо собирать артефакты и приобретать новые навыки, расширяя свои возможности. В тайтле представлены разнообразные герои, каждый из которых наделен своими уникальными способностями и стилем игры. По мере накопления опыта вы сможете совершенствовать навыки персонажа и создавать собственные инновационные комбинации, используя потенциал найденных артефактов. Очарование Gatekeeper заключается в умении сочетать интенсивный экшен с увлекательным исследованием и настройкой. Углубившись в историю, вы окажетесь вовлеченным в интересную вселенную, полную испытаний и секретов, ждущих своего часа. Oblivion Override – динамичная игра в жанре Роу Гулайт, действия которой происходят в мире, населенные роботами. Главный герой – боевой робот Кримсон, должен прорваться через базу Дульси. Он – экспериментальная модель, созданная по таинственному коду Обливиона. И в этом мире давно нет людей, их место заняли механизированные помощники, пытающиеся построить собственную цивилизацию. Быстрый сайдскроллинг требует от персонажа использования всей его кинетической энергии. Вам пристает совершать захватывающие разноправленные воздушные рывки, двойные прыжки и бег по стенам. Использовать разные виды оружия для ожесточенных сражений и каждая со своим стилем атаки. Вы должны выбрать и перенастроить свои способности, чтобы механически обновлять свои гены в любое время. Даже заядлые игроки получат удовольствие от темпа боя, поскольку набор умений меняется мгновенно. Между запусками вы должны найти время, чтобы поговорить со своими подопечными союзниками – эксцентричным доктором, веселым технарем и диким ковбоем. RoboBeat – это динамичный шутер от первого лица с элементами ритма игры, где вам придется максимально использовать свои навыки, чтобы выжить. Эта игра не для слабонервных. Вы оказались в замке эксцентричного робота-снеговика Фрейзера, и ваша задача – сбежать оттуда. Но это не так-то просто, как может показаться на первый взгляд. Вам нужно не только научиться стрелять в ритм, но и бегать по стенам, выполнять подкаты и прыгать через препятствия. Все это по динамичную музыку. RoboBeat – это настоящий ритмический вызов, где вам предстоит показать всю свою силу и мастерство. Выберите трек, который подходит под ваш стиль игры, и максимизируйте урон, стреляя в ритм. Не забывайте про комбо-атаки, заряженные выстрелы и бронебойные патроны. Все это может стать решающим фактором в вашей борьбе за выживание. Выберите свою стратегию и используйте свой арсенал оружия и модификаций, чтобы победить врагов и раскрыть тайны замки Фрейзера. Здесь есть все, что нужно для истинных любителей ритм игры, от яркой графики и сопровождающей музыки, до увлекательного геймплея и множества возможностей для проявления своего таланта. Станьте королем танцпола и покажите всем, кто здесь настоящий босс. Rabbit and Steel. Кооперативная ролевая игра обещает захватывающий геймплей, в котором забавные сражения с высокоуровневыми боссами переданы в доступный формат. В тайтле игроку предлагается несколько различных классов, каждый из которых обладает своим набором навыков, умений и снаряжения. Их задача покорить грозную луну вершину. Это такая башня, окутанная тайными и опасными встречами. На пути игрокам предстоит столкнуться с множеством случайных противников, хитроумных ловушек, головоломок и грозных боссов, требующих не только индивидуального мастерства, но и стратегической координацией в командной работе. Каждое прохождение игры характеризуется непредсказуемостью, а смерть влечет за собой необратимые последствия. Выжить значит приспособиться к постоянно меняющейся ситуациям и извлечь максимальную пользу из найденного в ходе квеста лута. Rabbit and Steel это новое сочетание командной работы, стратегий и азарта сражений на высоких ставках. Это превращает зачастую сложный и трудоемкий жанр ММО в забавное и доступное приключение. Spelldisk – безумный экшен-рогалик с упором на создание уникальных комбинаций заклинаний. В качестве юной волшебницы отправляйтесь в захватывающее путешествие, чтобы отточить свои умения на практике. Изучайте новые умения, используйте их в битвах и становитесь сильнее с каждым разом. Количество контента приятно удивит, ведь вас ожидают десятки уникальных предметов с необычными свойствами. Плюсом игры является тот факт, что вы имеете полную свободу в экспериментах с различными связками. Каждый забег окажется уникальным, поэтому самое время приступить к делу. Миссии длятся не дольше 20 минут и предлагают выжить в течение этого периода времени. Думаете это просто? Как бы не так. С каждой минутой сложность будет увеличиться, как и количество врагов. Изучайте поведение противников и старайтесь не попасть под вражеский огонь. А также исследуйте карту в поисках припасов и кратковременных бафов. Маньяк бросает геймеров в город, полный врагов и испытаний, и ставит перед ними задачу разжечь свой внутренний хаос. Игроки выбирают эксцентричных персонажей и орудуют арсеналом оружия, транспортных средств и взрывчатки, чтобы посеять этот самый хаос. Геймеры борются за вышивание против насырастающей угрозы со стороны полиции, ФБР и даже военных. По всей карте разбросаны торговцы, предлагающие оружие и необычные предметы, например губки, поглощающие воду. Вот только нахрена они? Непонятно. Но не суть. Игроки также смогут управлять различными транспортными средствами, от бульдозеров до танков, каждый из которых обладает своими уникальными возможностями и устойчивостью. Динамичное окружение реагирует на действия игрока, здания рушатся, а мосты взрываются после их разрушения. Тайтл обещает быть захватывающим и увлекательным для поклонников жанров Актион и Регулайт. Велум занимает особую нишу в жанре кооперативных ролевых игр. Здесь главенствует стратегия и командная работа. Главная изюминка заключается в инновационной механике эволюции врагов. Геймеры не просто реагируют на врагов, они активно влияют на их развитие. Игрокам предстоит пройти ряд испытаний, каждое из которых тщательно продумано, чтобы проверить их тактическое мастерство. Здесь процветает сотрудничество. Геймеры делят между собой бремя формирования способностей противников, благодаря чему каждая сессия подбрасывает неожиданные повороты и держит нас в напряжении. Тут больше всего внимания уделяется кооперативной игре, независимо от того, собираетесь ли вы играть с друзьями или объедините усилия с онлайн союзниками. Адвенчура воспитывает чувство товарищества и совместного решения проблем. Дизайн создает динамичное взаимодействие между игроками, гарантируя, что ни одно прохождение не будет одинаковым. Это яркий пример постоянно развивающегося мира интерактивных развлечений. Эта игра разрушает жанровые границы, предлагая игрокам погрузиться в геймплей, который одновременно требует усилий и приносит удовольствие. Nightmare – The Lunatic – это интенсивная и сложная экшен-игра, которая погружает игроков в темный и сюрреалистичный мир кошмаров. Действие происходит в таинственной стране снов, где главному герою предстоит пробиваться сквозь полчаса ужашающих монстров и препятствий, чтобы спастись. Игровая механика сосредоточена на быстро развивающейся платформе с добавлением постоянной смены оружия и стратегического боя. Можно выбирать из множества уникальных видов оружия, каждый из которых обладает особыми атаками и преимуществами, чтобы победить негодяев и выжить в этом кошмаре. По мере прохождения собираются мощные тотемы, которые усилят способности и дадут оригинальные возможности. Эти тотемы разбросаны по всей фантастической вселенной и придется исследовать каждый уголок, чтобы найти их все. По пути будут встречаться сказочные существа и боссы с могущественными скиллами и отрицательными взглядами. Все окружение постоянно меняет облик и видоизменяется, стараясь заманить игрока в ментальную ловушку. Также присутствует парочка увлекательных режимов, в том числе компания и аркада. The Rock Prince of Persia – это не принц Персия вашего бати. Конечно, здесь есть привычный акробатический экшен и экзотическая персидская обстановка. Но перед принцем стоит совершенно новая задача – город в осаде. Подумайте о врагах у ворот и гигантской смертоносной яме с шипами. Не идеальный вариант для прогулки в парке. Принц должен быть быстрым на ногах, использовать окружающую среду как спортзал в джунглях, чтобы не превратиться в шашлык. Думайте об этом как об игре в паркур с дополнительным давлением в виде спасения королевства. Самое приятное в игре то, что каждый раз вы играете это новое приключение. Задача меняется, враги меняют тактику и это заставляет вас быть начеку. Это как любимая настольная игра, только вместо того, чтобы бросать кости, вы уворачиваетесь от клинков и прыгаете по крышам. В игре есть классика, которую фанаты знают и любят, но есть и свежие идеи, чтобы было интересно. Так что если вы ищите игру, которая бросит вызов вашим навыкам и заставит вас вернуться за знаниями, то тайтл может стать вашей навязчивой идеей. Astral Ascent предлагает отправиться в эпическое путешествие по мистическому миру, полному опасности и интриг. В роли одного из четырех разных героев вы пройдете путь через 12 могущественных боссов, используя десятки уникальных заклинаний и мощное оружие, чтобы победить своих врагов. По мере прохождения игры вы будете открывать новые заклинания и способности, что позволит вам настроить своего персонажа и оптимизировать его телосложение. Вы можете пробовать различные стратегии и экспериментировать с разными стилями игры, чтобы найти тот, который подходит именно для вас. Действия игры происходят в саду, в мистической тюрьме, охраняемой могущественными зодиаками. Каждый босс обладает своими уникальными способностями и слабостями, поэтому вам придется использовать все свои навыки и знания, чтобы победить их всех. В игре вас ждут молниеносные бои с сложными элементами платформера, которые проверят ваши навыки и реакцию на каждом шагу. На протяжении всего путешествия вы встретите множество интересных персонажей, а также найдете мощное оружие и предметы, которые помогут вам в ваших поисках. Но будьте осторожны, сад – опасное место и никогда не знаешь, какая опасность может подстерегать тебя за следующим углом. Спасибо, что присоединились к моему видео. Надеюсь, что мой топ-10 доставил вам немного удовольствия и вдохновил на новые подвиги. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики и обзоры. Увидимся уже в следующем видео. До новых встреч и всего хорошего! Субтитры сделал DimaTorzok